В общем, я заранее предупреждаю, это не кликбейт, как многие писали, что мол, Эдисон это специально написал для того, чтобы просто созвать всех людей на стрим. И это написал для того, чтобы как можно больше людей пришло на стрим, как можно больше людей об этом узнало и как можно меньше людей задавало вопросы. Если вкратце и прям в лоб мы с Катей расстались. И это не шутка, это не кликбейт, Катя сама меня вчера попросила об этом сказать, расстались мы с ней примерно месяц назад, она уже где-то недели три живет в другой квартире, это если прям в лоб вам говорить. Ну, и когда я сегодня сказал, Катя приехала погулять с Марти, наверное, стоит задуматься, откуда Катя приехала, если Катя должна жить со мной в квартире, да? Ну, то есть... И в принципе, если многие следят за моим инстаграмом, если многие следят за инстаграмом Кати, если многие следят за моим телеграмом, за телеграмом Кати, те видят то, что Катя в принципе живет в другой квартире и как бы должны были появиться вопросы давным-давно. Вот. И когда они начали появляться вопросы эти, мол, Катя, где ты находишься, почему у тебя в инстаграме нет Эда, почему у меня нет Кати, почему Катя последний раз на стриме была, наверное, месяца четыре назад, если даже не больше. Ну, как бы... Вот почему. Катя уже не живет со мной, она уже собрала вещи, она уже переехала на другую хату где-то недели две назад. Где-то... А! Где-то полмесяца назад она переехала на другую хату... Господи, мать моя женщина. Где-то полмесяца назад она переехала на другую хату. И я не тиктокер, чтобы хайпиться на отношениях. Я вам... Кто там у нас постоянно встречается, расходится, встречается, расходится. Я с этим человеком вместе был четыре года. С самого начала, вот как только мы познакомились, я спустя полгода сказал то, что мы встречаемся. И с этого самого момента она начала записывать со мной ролики, и она огромная часть моего канала... И она огромная часть моего канала... Как бы, ну, четыре года это огромное, огромное время, учитывая, что мне двадцать шесть лет. И как бы, я говорю, я не вот этот один из ваших тиктокеров, которые там... Я начал встречаться там с Валей Карнавал, а завтра я с ней расстанусь. И ооо, все подписчики, нет, как, Валечка, Карнавал, ты же встречалась. Ну это как пример, я не слежу за Валей Карнавал, я просто... Это один из тиктокеров, которых я знаю. Они там вроде постоянно сходятся, расходятся, и вот это вот всё. Поэтому, не байт, не кликбейт, и нет, мы не поссорились. И я такой, господи, мы поссорились, я сейчас скажу то, что мы расстались. Нет, мы окончательно расстались, ещё месяц назад примерно. И это уже давным-давно как бы финальное решение, и, ну... Мы за наши отношения ссорились очень много раз. Очень много, как и обычные, ну, все люди, все люди друг с другом срутся. Даже лучшие друзья. Но, как бы, мы не из того типа людей, которые сразу же расходимся. Но сейчас, как бы, это окончательное решение. Да, мы расстались, и просто, ну... Чтобы меньше было вопросов. Всё. Чё произошло, чё произошло? Да ничего не произошло. Ну, как бы, совершенно... В чате пишут «Неправда!» Сигали «Неправда!» Ну, Маша Богданова, наверное, тебе в чате лучше это... Наверное, тебе в чате лучше знать, правда это или неправда. Ну, наверное. Наверное. Стрим я назвал так только потом... Ну, как бы, я никак не назвал. Я же не назвал стрим то, что мы... Это... То, что мы расстаёмся. Катя меня сама вчера попросила, потому что ей начали задавать эти вопросы в комментариях в Инстаграме, что, мол, Эд, она мне сказала там «Расскажи», потому что мне уже начинают задавать вопросы, и, как бы, ну, мне уже становится не по себе. Поэтому надо, как бы... Чем дальше, тем больше палевно это бы становилось, то, что мы не живём вместе. Говорю, я последний стрима 3-4 говорил, то, что Катя приехала погулять с Мартией. Ну, наверное, немногие задумывались, почему Катя приехала к себе же домой, и где она была до этого момента. Ну, наверное, уже вот тогда должно было быть странно, почему Катя откуда-то там приехала. Ну, сейчас, как бы, это окончательное решение. Да, мы расстались, и просто, ну... Чтобы меньше было вопросов. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok